Театр начинается с вешалки. А с чего начинается ресторан? Думаю, с гостеприимства. Иными словами, с готовностью принять гостей, кем бы они ни были и в какое бы время ни пришли. Будут ли в этом заведении рады гостям футбольного чемпионата? Сегодня проводим испытания на наименее ценных членах экипажа, то есть на участниках нашей съемочной группы. В ресторан, который сегодня тестируем, вряд ли стоит идти для того, чтобы просто утолить голод. Цены здесь выше средних, поэтому гулять-то гулять. Кроме хорошей кухни, хочется получить максимум положительных эмоций. Максимум не означает чересчур. Очень навязчивое гостеприимство, мне кажется, будет излишне. Гость должен чувствовать себя как дома. Есть ли связь между обслуживанием одного гостя и успешной работой всего ресторана? Что нужно, чтобы он не просто запомнился, а стал любимым? Чтобы потом в разных городах и странах люди рассказывали друзьям о том, что в Самаре встречать гостей умеют. Для меня важно, чтобы я зашел в ресторан и сразу понял, чем здесь кормят. То есть для меня должно быть в самом начале, чтобы я достаточно быстро мог разобраться в меню. Оно либо должно быть на том языке, на котором я способен говорить, либо на родном русском, либо на английском, либо в крайнем случае был бы вариант фотографии, в котором было четко и ясно видно, что да, это блюдо мне нравится, это нет. Это первый момент. И он, естественно, наверное, определяющим для того, чтобы останусь я в ресторане, либо нет. Основное, как вас обслуживают. При этом, естественно, общение с официантом, оно даже может быть базовым. Иногда даже интерьер может быть не очень важен. Но вот само общение, оно может спасти. Теперь, собственно, о кухне. Ресторан у нас сегодня английский. Шато Бриан, Тибона, Сабу, Карибай. И это далеко не все. Англичане знают толк в мясе. В меню 9 разновидностей стейков. Стейк не просто поджаренный с двух сторон кусок мяса. Это целая философия. От мастерства разделывания туши до особой атмосферы в процессе его приготовления. А еще стейк нужно подать так, чтобы гость заранее поблагодарил себя за такой выбор. У вас очень интересная подача стейка. Я вижу, что присутствует сразу картофельное пюре и два вида соуса. Мы верно обратили внимание, чтобы показать всю русскую душу. Мы в стейковую культуру добавили немного ингредиентов, которые мы воспринимаем с самого детства, любим. Это ароматное картофельное пюре. В сочетании с мясом оно великолепное. Благодарю вас. Приятного аппетита. Благодарю. Это первое заведение, где наше желание увидеть кухню не вызвало паники. Более того, повар с удовольствием поделился фирменными секретами. Каким бы английским ни был ресторан, находится он на Волге и волжской рыбой гостей угощать будет. Щучьими котлетами и, конечно же, судаком. Предстоящее спортивное событие мало что меняет в работе ресторана, уверяют хозяева. Ведь еще в начале мы говорили о том, что для истинного гостеприимства неважно, кто именно пришел в гости. В нашем ресторане иностранные гости очень часто посетители. И поэтому для удобства, в первую очередь, гостей и для взаимопонимания сотрудников зала и наших дорогих гостей. У нас уже давно существует английское меню. Испанское меню на данный момент находится на этапе подготовки. Все мы готовимся к чемпионату. И хочется, чтобы было как можно больше иностранных приезжих гостей в нашем ресторане. Если посетитель не кричит и не скандалит, это еще не значит, что он доволен. Но это не про нас. Все, что мы увидели сегодня, вызывает глубокое уважение. Ставим не просто пять. С плюсом. Премиум-класс или класс-люкс. Вот в какой отель мы приехали сегодня. Расположение лучше не бывает. Исторический центр и набережная Волги рукой подать. Наш отель отличается прежде всего тем, что у нас здесь уютная атмосфера. Для каждого гостя мы стараемся сделать его проживание очень теплым, запоминающимся. Потому что у нас есть спа-центр, который необходим для того, чтобы гости могли также расслабиться, в том числе во время пребывания отеля. У нас есть необходимая бизнес-среда, которая важна для некоторых гостей, которые приезжают в бизнес-цель. У нас есть конференциал, он располагается на втором этаже. Так что мы готовы к разным гостям. Рядом у вас совершенно такая самарская изюминка, да? Театр Самарской площади. Театр Самарской площади. Рядышком у нас хороший променад, потому что сама Самарская площадь, площадь славы. Очень удобно гостям пройти на набережную. Аргументы весомые, практически тяжелая артиллерия. Давайте посмотрим, как здесь готовится встречать гостей. Наметанный взгляд нашего эксперта Юлии Романеевой сразу замечает то, на что мы бы и внимания не обратили. Да, хочу отметить, Татьяна, что отличная у вас папка гостя. Очень лаконичная с одной стороны, но с другой стороны все, что необходимо, все, что необходимо там есть. То есть, помимо качества полиграфии, что, в общем, для отеля определенной звездности, это тоже важно, потому что это восприятие гостями. Здесь есть вся необходимая информация, которая требуется по законодательству. Европейский стиль и непревзойденное качество сервиса обещает гостям администрации отеля. В гостинице пять видов номеров. Все оформлены в единой концепции, в теплых, уютных тонах. Мебель красивая, а вот мини-бар для заявленного уровня скудноват. Странно, ведь его содержимое – дополнительный доход для отеля. Ну, что ж, обещали сервис, давайте придираться. А подушки, какое-то меню подушек, гостям что-то предоставляется на выбор или нет? Предоставляется. Три подушки. Предоставляется. То есть, гость может выбрать, если ему что-то неудобно. А гости знают об этом, то есть, вы их как информируете о том, что есть меню подушек в номере? Какая-то где-то информация? Информации о меню подушек у нас в номерах пока что нету, но если возникает вопрос, они звонят на ресепшн, и им предоставляется все. Мы уже говорили о том, что многие проблемы легко и бесплатно решаются при обращении на ресепшн По вашей просьбе персонал предоставит множество вещей От плойки до удобных подушек Только вот не все об этом знают Я бы рекомендовала вам продумать момент с информированием гостей о том, что у вас в отеле есть меню подушек Потому что гости с разными запросами И на самом деле сложно догадаться, что если тебя не устраивает подушка в номере Нужно позвонить на ресепшн Главное потрясение ожидало нас на последнем этаже Гордость отеля, президентский номер Пожить как президент хотят, как правило, артисты и молодожены Пользуются популярностью среди разных гостей и молодожены, и обычные гости Мебель у нас дизайнерская, привезенная по индивидуальному заказу из Америки Мебель и правда необыкновенная Особенно шкаф А вот со столешницей гости обращались явно без уважения Больше всего нас впечатлила ванная Принимаешь душ, смотришь себе телевизор У этого номера единственного во всем отеле есть свой выход в спа-центр и фитнес-клуб По мнению эксперта, требования по подготовке к приему гостей здесь выполнены Вот смотрите, инструкция по пользованию сейфом переведена аж на 10 языков Специалисты администрации города продолжают работать со сферой гостеприимства Еще есть время навести лоск Опыт просмотра гостиниц и ресторанов показал первое, что действительно обслуживающий персонал Несмотря на то, что какого бы уровня не была гостиница или ресторан В некоторых моментах персонал начинает теряться Очень удивительно, потому что какой бы там качественный не был продукт Какой бы крутой не был шеф-повар От того, как тебя обслуживает официант Как тебя обслуживает администратор при заселении Зависит первое впечатление об объекте Поэтому вот работа лицом к лицу с тем посетителем, которого мы ожидаем Это первоочередная задача, чтобы они были устойчивы вообще к взаимодействию Безусловно, они должны понимать и культурные особенности тех людей, которых мы ожидаем Поэтому это тоже будет одной из главных задач при обучении При уборке номеров, хаускиппинг службы тоже показали нам определенные нюансы В подготовке номеров, обслуживании номеров в гостиницах Поэтому на это тоже будем обращать внимание И стараемся давать практические кейсы, практические такие шпаргалки На которые необходимо обращать внимание при работе как ресторана, так и гостиницы Жаль покидать президентский номер, сами бы пожили Но что не сделаешь ради гостей Самары Мы рассматривали отель очень пристрастно Но к заслуженным четырем звездам вполне можно прибавить плюс Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok